Добрый день, друзья! Начинаем вторую часть нашего цикла тренингов по системно-векторной психологии. Хочу начать с такого интересного момента. С нами сегодня не присутствует одна из слушательниц прошлого раза. Она сейчас летит в Сочи отдыхать, кататься на лыжах, но ей понравилось. Она, в принципе, нашла и даже нам порекомендовал такую книжку, рождённую с характером. Она как раз сделана для мам, именно заточена под воспитание детей. Ну и, в принципе, я думаю, мы купили её. На наших интернет-магазинах она есть, чуть дороже. В принципе, в пределах 200 гривен. Мы на якобы, по-моему, покупали. Там с какой-то скидкой она получилась 160. Ну, то есть вполне доступна. Хорошая полиграфия. Ну, так сделано приятно. То есть, если что, рекомендую. Есть там, конечно, некая такая простота, которую Маша вот уже больше знает. Она читала повнимательнее. Именно она специализируется на детской психологии. То у неё возникли вопросы, как уже человека более знающего. Но, тем не менее, это намного лучше, чем ничего. Да, и… Да, да. Приятно понимать, что написала её мама 4 детей. И она, прежде всего, хотела вообще понять, как его воспитывать, что они вот разные, и не похожи на неё. Да. Это ей очень помогло самой, этот мир, это направление и дальше… Да. И тоже вот немножко пока ещё, как бы, да, такой вставной пункт. Перед началом вот чувствую, что волнуюсь. Да. Хотя, ну, я ведь преподаватель практически всю жизнь, тренинги веду, это самое. И решил поделиться, да, то есть, откуда я волнуюсь, то есть, чтобы вы понимали. Волнуюсь я из зрительного вектора. Зрительный вектор, в принципе, там, на самом базовом, исходном уровне, там страх, основная эмоция. И, в принципе, детки зрительные, ну, да, в книжке тоже это отношения, они, в принципе, боятся спать при выключенном свете, ну, ужастики на них действуют, если друзья там решили что-то такое, да, устроить из ужастиков. И именно на этом примере я хочу сказать, что если у человека, да, какой-то вектор, как бы, это его комплекс способностей, его одарённость, его в будущем, возможно, талант, если он разовьёт его, да, до уровня таланта, то это и самое уязвимое, самое, как бы, слабое в определённом значении слово, да, место. И, в принципе, я многократно в детстве испуган. Поэтому я думаю, что не из-за телевизора, как мои родители говорили, да, они купили телевизор, параллельно у меня начало пропадать зрение, а из-за родительских скандалов. Папа, к сожалению, имел такую, скажем, да, выпивать, когда приходил, у них с мамой завязывался конфликт, да, и у меня есть несколько раз, которые я чуть ли не помню, это когда я спал, они начинали очень сильно кричать, там, даже мебель какую-то крушить и так далее. Я просыпался, у меня была истерика, да, вот такая. Вчера мне это напомнило, я увидел видео, там, вот, из Кремчуа одна женщина выложила, как её муж бьёт, да, вот, и когда дети там истошно кричат, вот он её начал бить, а двое мальчишек, я чётко вспомнил, это моя эмоция, да, вот, вот. И вот она сейчас, да, казалось бы, ни к чему не эта самая, но она где-то всё равно пробивает ситуацию, которая уже давным-давно не имеет к этому никакого отношения. Ну, это вот так вот, да, чтобы вы понимали, и, в принципе, если вы видите человека в очках, можете уже сразу же предполагать, что, скорее всего, но если у него там не травмы какие-то, я имею в виду, что-то там произошло, скорее всего, у него зрительный вектор есть, и, скорее всего, он не в очень однозначно хорошем состоянии. То есть вектор может быть в разном состоянии. И вот об этом нужно знать, потому что вектор в травмированном, а иногда доведённом до невроза состоянии, он может показывать себя прямо противоположно. Я об этом, по-моему, немножко вскользь сказал, сейчас просто ещё раз напоминаю, да, то есть если вы начинаете кого-то, ну, диагностику такую, да, чтобы понять этого человека, лучше с ним наладить коммуникацию, то предположите, что его вектор может быть, скажем… В травме. В травме, да, поломан, ну, такие-то разные такие термины, да, или в неврозе. Так, в принципе, как бы выражались, ну, часть АТС, скажем, и авторов, и популяризаторов СВП. И получится, например, ну, вот классика, когда рассказывают об анальном векторе, да, что человек, например, любит порядок. Ну, я буду ещё потом к этому обращаться, что это, в принципе, не ведущая его черта. Ну, так вот, наверное, бросается в глаза, потому что вот многим, наверное, и достаётся, и он и достаёт других, да, то есть ему не нравится, как порядок наведён, он сам наводит, а других как бы требует, да, уважения к его порядку, то, в принципе, если будет в неврозе, то есть сильно травмирован, то он может жить, как свинья, то есть у него будет практически всё. То есть прямо противоположное качество показывает, да. И если вы смотрите по каким-то признакам, видно, что анальный, да, а вот вроде бы вот это яркий такой признак, это, значит, его нет, то не торопитесь его как бы, да, уже искать в других векторах. Возможно, он именно в невротическом состоянии. Это, конечно, очень грустно, потому что, да, это требует терапии. И с этим весьма и весьма тяжело, да, самому человеку и окружающим. Хорошо, для начала я решил, пока вы свеженькие, пока вот вы, да, ещё ясное сознание, неутомлённое, со сложного начать, но это сложное, надеюсь, поддам вам просто, да. Вот я думаю, что всех вас знакомо понятие «атом», и оно больше из физики, да, а потом из химии. Но «атом» в переводе с греческого означает «неделимый». И самое простое, ну, до недавнего времени и я, да, то, что берём, что-то ломаем, потом половинку этого ломаем, и там где-то доломаемся до того, что вот как бы эта половинка уже не ломается, да, или уже дальше не делится. Ну, вы знаете, да, что «атом», те, которые в химической таблице Менделеева, оказалось, что они тоже ломаются дальше, да, и тут наступил кризис мировоззрения. И вот это вот представление, оно как-то начало, ну, исчезать, и так, ну, вроде бы осталось, но с другой стороны под вопросом, как это рассматривать. А я предложу вам другое представление. Помните, я вам говорил о том, что есть голографическое изображение? И это голографическое изображение, по сути, ты берёшь, хочешь ноги отрезать, да, а там полная картинка остаётся. Только вот самое интересное, что мир именно так и устроен. То есть, если мы начинаем, вот рассматриваем целостность, и там вы увидите восемь векторов, ну, например, в человеке, да, я имею в виду все системы, да, часть из них будет талантами, да, и дарованиями человека, а часть просто, вот у меня тоже есть мышечная система, да, иначе я не мог бы рукой двигать, да, то есть она работает на достаточном для меня уровне. Но так как у всех у нас это, мы как-то можем не обращать на это внимание. И вот если мы посмотрим, первое, что я хотел сказать, это очень важно, и это, кстати, уже нет в СВП, это, ну, мои дальше размышления, да, это СВД, системно-функциональный дизайн, что каждый вектор тоже восьмеричен, и внутри каждого вектора, да, есть некое такое распределение, как бы базовая функция, вот возьмём тот же анальный, о котором я говорил, да, то есть анальный, по-анальному, да, как бы вот так вот уже, он, его базовая функция — это воспроизведение, восстановить таким, как было, репродукция, да, то есть вот, по сути, то, что мы любим — стабильность, ну, не знаю, может, кто-то любит, может… Ну, в принципе, часто это позитивное слово, и надо восстановить, вот было таким, и таким вот и осталось, да, то есть оно вот неизменно, традиционно, через столетия, да, проходит вот такое, да, по умолчанию для этого человека и этого вектора — это хорошее. Вот китайская культура, она анальная, так скажем, в своей сути, да, потому что они говорят, самое лучшее уже было. И они смотрят на древние образцы, на космогонические образцы, да, там, на учения. Не дай Бог вам жить во время перемена. Да, не дай Бог, это чисто анальное выражение, кстати, да. И вот китайская культура, я ещё, кстати, хочу сказать, да, что вектора — это не только свойства человека, да, свойства человеческой психики человеческого организма, вектора шире, можно и нужно рассматривать. И вот я говорю, да, китайская культура анальная, да, а могу потом сказать и немецкая культура анальная. И это у Толкачёва, когда вы будете слушать или читать, вы уже там с этим столкнулись, вот я там посмотрите, у них окна квадратные, да, у нас вытянутые прямоугольные, у них квадратные. И оказывается, значит, что-то ещё может быть по векторам. То есть вот это вот значение, которое я говорю, атома или монады. Я больше, есть другой термин, очень похожий в философии на понятие атом — монада. И вот я предпочитаю им пользоваться. То есть весь мир, по сути, восьмеричен. И если мы возьмём вектор, нырнём в него глубже, да, как не будем рассматривать его в соотношении с остальными векторами, он тоже сразу же на восемь распадётся. И вот это создаёт сложность для диагностики, потому что весьма можно спутать, да. То есть анальный в кожном, да, под функцией он будет похож. Он будет чем-то напоминать вам кожный, да, то есть и там такие моменты. Но, конечно, тогда получается тут ещё восемь выучить, да, вот функции, отличий, различий. А их, оказывается, тогда получается, ну, на каждый по восемь, оказывается, шестьдесят четыре. Но это, конечно, очень увлекательно и интересно. И максимально тогда будет точно, да, вот. И вот то, что сейчас я говорю, как раз важно для понимания того, как вектора соединяются. Ну, как они в парах взаимодействуют, да, то есть, потому что, в принципе, они будут по этому направлению взаимодействовать. Если анальный, да, вот, по-кожному, да, и кожный по-анальному, да, вот здесь у них точка, основная точка соприкосновения, да. Так, и как можно рассматривать, да, восьмеричность анального? И основная функция, ещё раз, воспроизведение всего сущего таким, как было, чтобы снова так осталось. То есть, в принципе, кстати, интересно, что он считает, что это правильно, да, в смысле, но только потому, что так было. Вот, да, вот здесь, как бы, что так было, но это было неправильно, для него, как бы, вот, некая закрытая тема. И он воспроизводит, вот, для него соединение с мышечным, мышечный аспект анального, да, это соединение с внутренним пространством. И вот это то, о чём я начал, да, то есть, вот эта анально-мышечная, да, вот, функция, это дом, это внутреннее для него пространство. Его, да, мой дом, моя крепость, это тоже его рассуждение. И он в доме будет, как бы, всё делать по-своему. И ему, он его, как бы, таким образом присваивает, он мой дом, да, и в нём должно быть так, как я хочу, как мне комфортно. Ну, тапочки там стоять, да, картинки весят, всё ровненько, да, всё квадратненько, всё так, порядочек, всё. И он, вот это вот как раз его, в пространстве, да, проявление его, это внутри дома. Ну, и внутри себя тоже, да, то есть, если взять, как бы, чуть-чуть меньше масштаб рассмотрения, внутри себя, у него тоже внутри должен быть порядок. Ну, порядок с мыслями, порядок со всем этим самым. И вот это вот как раз анально-мышечное проявление. Ну, и дальше тогда идём по квадре, да, по пространству, там же кожа, да, а как же же анально-кожная? Анально-кожная у него, конечно, сложнее. Тут у него всё классно, тут он вообще молодец, да, мужик. А анально-кожная, я уже говорил, что это контрактные вектора, достаточно сильно бодаются, и у него там противоречия. Он хочет всё пространство вокруг тоже, как бы, сделать своим, да, и тоже там квадратные улицы, всё оккультурено, да, вот там кустики подстрижены, ну, как у немцев, кстати, да, вяжем, да. И всё это должно быть вот таким, да, и он пытается, как бы, так, неким таким медленно, но уверенно весь, всё пространство сделать тоже своим, удобным для себя, да, вот. Но ему тяжело это делать, потому что, как бы, внутри дома он себя хозяином чувствует, а вне дома нет. Вне дома всё-таки кожник хозяин, потому что это внешнее пространство, это его, да, и там он сталкивается с тем, что у разного по-своему, и он, в принципе, придерживается на словах, придерживается. Он, в принципе, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, да, вот так он заявляет и лезет со своим уставом в чужой монастырь, да, то есть он, как бы, с одной стороны, вроде бы, говорит, ну, у тебя свои правила, ты по ним живёшь, да, но если он там уже начинает жить, начинает эти правила под себя подминать и переделывать, так медленно, как бы, знаете, таким поддавливанием, поддавливанием. В принципе, это даже движение, это движение даже немножко присутствует, но дело интересное, что если когда говорим о, ну, самом человеке, да, то часто анальные, особенно с оральным вектором, они довольно тучные, они большие, то есть он своё пространство занимает, да, его там, это моё, да, вот тут я мало, авторитет, да, вес в обществе. Ну, большой человек, и вот он, как бы, да, вот это вот, в принципе, с квадрой пространства. С квадрой времени своего же, да, своя квадра есть другой же, там, прямая противоположность, потому что этот за перемен и без перемен, ну, воспроизводство это перемен и без перемен, да, то есть, пусть по циклу, ну, лето, осень, зима, всё, по кругу, постоянно вот это вот, анальная функция. А у ретральной же это вот перемены любой ценой во всём, что это за, ну, эволюция, да, то есть он пытается некие, как бы, такие кардинальные изменения, в большом и малом, наверное, и он с ним контрарен, но интересно, что он с ним дружит. Он, в конце концов, ну, у ретральным вектором, он восхищается. Вот что-то такое в нём есть, но он не сразу это примет. Сразу он вообще наотрез откажется. Это свергатель авторитетов, и меня, в том числе, ну, авторитет, да, всё это самое. А потом, когда он видит, что всё-таки результат какой-то очень крутой, с одной стороны, они, как бы, не принимают, с другой стороны, они, как бы, берут и доделывают. Потому что, вот, функция у ретрального — это, как бы, проломить стену, да, и создать пространство, где мы можем… И вот, по сути, если ту книжку, которую вы читаете, Толкачёва, да, она не Толкачёвым написана. То есть она написана на основе Толкачёва. Написано его анальным или анальным минным, может быть, несколько помощников. Он так в одном из тренингов и говорит, да, я не люблю вот эти, как говорится, там, поминальники, как он говорил, научные статьи писать, да, да, там, где на каждом. Воссылаются и так далее. И говорит, мне этот текст сделали, я его просмотрел, ну, то есть он, как бы, да, в целом-то автор, да, ну, под редакцией, можно так сказать. А вообще писать этот текст он, в целом, не хотел, ну, и такое, у ретрального, да, у него не хватало. То есть у него, главное, было идею пробить, да, а уже ребята доделали за ним. То есть вот то, что начинает у ретрального, да, и оставляет где-то так вот на полпути, то обязательно доделывает анальный. Тут они хорошо сходятся, да, то есть у ретрально-анальная такая… Пойдем в квадру информации, в информации анально-звуковой, это ученый, да, это такой человек, который, в принципе, пытается все осознать. Ну, это, в принципе, важно, покорный слуга, пытающийся, да, вот с высоты какого-то такого общего взгляда, обзора, да, масштаба какого-то такого целостной картины познать мир и, в принципе, закрепить как-то это знание. Ну, здесь получается, что немножко нарушается, да, потому что в звуке есть много общего с у ретральным, и там есть соблазн нового. Вот о себе тоже говорю, да, то есть есть что-то, что-то как, ой, это новое, ну вот такая вот, анальный тут немножко теряет свои свойства, что все долго ставило передо мной вопрос, может у меня есть и ретральное, во всех других аспектах нет, а в этом, ну так, нет, это звук, звук он тоже как бы дрвется в будущее, но только на уровне идей и каких-то концепций, теорий. Ну, а вообще-то он может быть и ретроградом, ну то есть, да, вот, все остальное отвергать, то есть, как я уже сказал, да, то есть в соединении с уритральным он и так и такую позицию может занимать. Со зрительным, вообще анально-зрительные, это дужки такие хорошие, милые, но любят они больше по крови родных, да, своих, ну тех, кого они признали своими, ну в принципе жена, может быть, конечно, и выносит мозг, но она уже своя, менять ее не хочется на кого-то, потому что новая жена, скорее всего, хуже будет для него, ну так, в его уме иначе не бывает. И в таком случае он как бы, да, вот, он говорит о чувствах, о любви, о привязанности. А? Анально-зрительные. Анально-зрительные, да. И они очень привязчивые. Ну, если там нету, тут это зрительный аспект анального вектора, да, но если самого зрения, ну вот у меня есть зрение, да, а может, будет только анальный аспект зрительный. Он по-настоящему так, как зрительник, он любить не умеет, у него просто привязанность, и не будет у него такой любви, ну вот просто он этого не понимает. Как в том анекдоте, ты почему не говоришь, что ты меня любишь? Я уже один раз сказал, этого, за это время ничего не поменялось, да, то есть достаточно, да, то есть все, а что еще? И осталось у нас два вектора, это из квадроэнергии, то там один из аспектов, я скажу, тут как бы много таких тонкостей есть, но все интересное. Ведь оральный, да, он, в принципе, объединяет, ну вот объединять для обучения, это один из этих самых, ну а объединяющий, он как бы хочет, чтобы его все слушали, да, и как бы чтобы было правильное знание, да, то есть анальное воспроизводит, если он объединяет, то в данном случае может быть еще такой аспект, что как бы очистить знание, очистить, ну вот как бы, вот такого, да, ну исправить, ну опять же, да, почистить комнату, вот здесь как раз есть некое такое, очень большое к уборкам, да, для того, чтобы все чистенько было, да, вот такое. Хотя, кстати, у кожного тоже есть тяга к чистоте, у некоторых доходящая до обсессивно-компульсивных расстройств, да, то есть там, ну немножко с другой стороны он заходит. И анально-обонятельный аспект, ну вот тоже по себе скажу, Маша уже знает, она то обижается, то хвалит меня за это, я все время продумываю безопасность. Наперед, да, какие случаи, ну часто это помогает, срабатывает, правда, Маша? Да, часто вот что-то там подумаю, заранее подготовлюсь, вот оно сейчас под руками, все получилось. Какая-то зрительная тревожность? Ну она подкреплена в данном случае во мне зрительной тревожностью, да. Но вообще, в принципе, да, заранее подготовиться, потому что анальный хорошо действует в знакомых ситуациях, в незнакомых ситуациях, в таких неожиданностях, он теряется, да, он тормозит, по сути. И вот он уже, если он опытный, да, он уже может подумать, вот такая может возникнуть ситуация, вот такая возникнет. И вот я себе сразу же и подготовил, да, там такой листочек на лекции, такой листочек, да, вот понадобится что-то, я достану. И, в общем, все будет хорошо. Вот я вам рассказал, по сути, да, некий такой комплекс, и все это о банальном, да. И, в принципе, я думаю, что это уже в каком-то смысле помогает понять то, что вы, думаю, особо хотите, да, это вот как сочетаются вектора. И я ищу того, чего вы еще не хотите, возможно, потому что, по сути, я создал таблицу 64-х и вот этих вот свойств, да, когда вот анальные, зрительные, да, так вот как бы пересекаются. Ну, я ее дам на третьем. Ну, я ее дам в текст, а вы потом можете ей пользоваться, да, но как вот как бы это самое. А сейчас, в принципе, просто я хотел, чтобы вы в эту сторону посмотрели при диагностировании, ну, учитывали, что вы можете ошибиться. Учитывая это, не торопитесь ставить окончательный диагноз на основе того, что вы услышали там, да, о каком-то качестве человека. А, не факт. И не только по этой причине, а еще больше. Дальше я буду говорить, что, может быть. И еще одно. Важно также, что вот монада СВД, она, как я уже вначале сказал, имеет отношение не только к векторам в человеке, да, а вообще как к всему. Ну, тут я аналогию такую, ну, думаю, что все видели рисунок Леонардо да Винчи, витрурианский человек, да. Ну, мужик такой стоит там, да, та самая в круге. Это один из древнейших символов, и он, как бы, связан с идеей первого человека. Там в Индии Пуруша, в Библии Адам, да, в принципе, вот в Библии тут нас может немножко сбить с толку, но я не… Там есть представление в мифологии, что вот этот первый человек, из него потом вся Вселенная возникла, ну, и разных частей тела, да, то есть… И в данном случае, как бы, я хочу сказать, что в первую очередь важно еще понять, что существуют, например, векторальные обстоятельства. То есть обстоятельства тоже можно разбить по вот этим вот восьмерке, да, значении символов. И, ну, например, революция, революция, да, это явно уритральное обстоятельство, да, это ломка всего, что было, хаос такой. Именно в революцию, да, там 14-летняя командует полками, уритральное, да, какие-то пацаны, пацаны, как бы, да, по-анальному, да. А нет, вообще, да, там, женщины могут возглавлять целые, да, там, армии. Ну, Нестор Иванович Махно на нашей территории, грех не вспомнить, да, казакал, маленький какой-то такой невзрачный учитель сельский, да, он практически весь юг Украины держал и там создал свою анархическую республику, да, и ничего, если бы, ну, Бог его знает, да, если бы не большевики, может, она как бы показала какой-то пример реальной анархии, да, то есть живущей по каким-то нам кажется, что это невозможно. И поэтому вектор — это прежде всего обстоятельства и ситуации. Ну, ситуация — это как бы более узкое значение слова обстоятельства. То есть вот вы попадаете в какую-то из ситуаций, то вы уже, зная, да, значение 8, можете подумать, а вот какая это сейчас ситуация, да, она анальная, она зрительная, она, ну, например, если цветы, музыка, так все, да, красиво, это какая будет ситуация? — Зрительная. — Зрительная, да, вот такая вот. А если хохот, смех, оральная, вот видите, вы уже очень легко это понимаете, да, и вот… — Какая ситуация, а, обучение, да? — Да, сейчас вот, например, ситуация звуковая, ну, точнее, анально-звуковая, да, то есть я тут что-то понял, вам передаю, да, то есть такое. Но вообще в основном звуковая, да, потому что вещи сложные, они новые, да, и, в принципе, собрали только людей, которые, да, способны это понять. И я хочу сказать, интересное такое у меня было осознание вначале, только тогда, когда с СФП познакомился. В городе это проводят, и одна из наших знакомых, психолог проводил, наверное, проводит сейчас, игра «Бункер». Не знакомы? — Нет. — Если что, рекомендую сходить, да, ну, то есть… Ну, такая… В общем, преамбула, фабула этой игры в том, что ядерный конфликт, был специально построен «Бункер», там набилось людей, ну, участники, вот, да, сколько там, скажем? — Сиди в времени, да. — Да, набилось людей, и, в принципе, скажем, есть предположение, что через энное количество времени можно будет выйти, да, так как бы пройдет основная опасность, но на всех ресурсов не хватает. И там, в зависимости, да, ведущий решает одного, ну, это длительность игры, от этого зависит, да, кого-то надо выбросить, там раздаются как бы роли, да, кто, кто есть кто. — Зачем? — Отказываться нельзя, ну, такое правило игры шуток. Типа, я, 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 я собой пожертвую, да. Кожный какой-то пожертвенник не сделает такого. Кожнозрительные могут сразу же пожертвовать собой, потому что у них жертва там в крови. Иисус Христос, например, да, то есть, кожнозрительные. Или зрительно-кожный тут еще надо как бы, да, по… Вы поняли, почему я говорю об Иисусе Христе? — Ну, что-то вот я думаю, что он не сильно хотел собой жертвовать. — Мне всегда как-то спорно, да. — Смотрите, да, его биографию я религиевидение преподавал, поэтому с вами сразу же абсолютно соглашусь. Сама загадочная биография всех биографий, да, и там, что там, как было, да, это вот очень большой вопрос. Там, три мировых религии. За Будду мы можем почти стопроцентно знать, но в деталях не особо запутано. За Мухаммада тоже в основном-то все там, кроме деталей. А за Иисуса Христа такое количество версий, да, что в принципе… Ну, тот, как его подают в церковь, да, то есть, во-первых, он висит на кресте. Крест — это символ, да. Страдание — это как раз то, в чём живёт кожный или пытается от чего уйти, да, от страдания он страдает. А почему я сказал «зрительный»? Ну, он же… Это религия любви изначально, да, то есть… — Мне кажется, он зрительно-звуковой. — Ну, конечно, да. — Ну, я думаю, вообще, если мы возьмём набор полный, да, то там, конечно, звук тоже есть. Но я уже, в смысле, не усложнять, да, вот такое. Итак, собираются, да, и они вот… Каждый доказывает, что он важнее. Сама по себе вот эта игра, она, догадайтесь, есть какая-то обстоятельства, какая-то ситуация. Какой вектор? — Обонятельный. — Выживание, притом ранжирование, да, то есть надо проранжировать. — От кого-то надо… — Вот ты говоришь… — Обонятельный с кожным очень похожи в определённом смысле, они… — Какой статус доказать всем, что я лучше, чтобы… Вы во мне нуждаетесь… — Напоминаю, да, четыре нижних, четыре верхних. — Мышечный очень похож, близок, связан, да, но одновременно расходятся, да, с оральным. — Анальный со зрительным, да, уритральный с звуковым, кожный с обонятельным. Ну, вроде бы всё, четыре, да, вот. То есть они похожи по свойствам. Но только кожный может с собой пожертвовать, а обонятельный — нет. Он всей стаей может пожертвовать, хотя стая обеспечит ему жизнь, но с собой он не пожертвует. Он мастер по личному, индивидуальному выживанию, да. То есть кожный может, в принципе, ну как, не всегда по собственному желанию. Ну как жребий, жребий, да, пал на него, вот так вот. И самое интересное, что в этой игре действительно, как в обонятельной ситуации, проявляются вектора людей, ну так, в принципе, да, вот если уже разберётесь и участвовать в этой игре, вы посмотрите, как они будут себя показывать, поэтому рекомендую, да. И хороший вариант, да, для тренировки себя в этом смысле. И лучше всего, конечно, там будет играть человек с обонятельным вектором, да. Он как бы должен его показать. Но на самом деле, если этот человек с обонятельным вектором, он себя не покажет открыто. То есть его основное такое свойство — он себя скрывает. Он понимает, что тот, кто на виду, тот всегда мишень. Понимаете, да? Лучше так управлять, чтобы все думали, что вот этот товарищ президент Трамп, да, вот он во всём виноват. Но расстреляют-то его или на электрический стул. Я не знаю, кстати, это может быть, да. А я так и останусь, в принципе, да. Ну, это марионеточка, да, своя отработала. А я остался. Там кто-то точно есть, по моему мнению, за ним, да. То есть кто-то обонятельный. Поэтому играющий лучше всего в это будет играть, но его, правда, будет не сильно видно. Так отдельные слова, отдельные те самые управляют всем этим. Там же поднимутся эмоции, кстати, да. Притом эмоции такие глубинные, значит, оттуда из животной природы. И он начнёт этим вот так манипулировать. А вообще там запускаются у всех обонятельные аспекты тех векторов, которые у них есть, да. То есть они попытаются из них выжить. Я вот это тоже хотел донести, да. То есть есть функции. У нас обонятельная вообще максимально выключена. Мы только на вход её имеем, да. То есть вообще каждый вектор на вход и на выход работает. Но здесь только на вход, да. То есть феромоны на нас действуют. Но мы не соображаем, что с нами происходит. Вообще недоступны нашему сознательному управлению, да. Потому у нас здесь мы самые слабые, да. Поэтому он так могущественно. Но все будут стараться, ну как бы в этой ситуации выжить, ну выиграть, да. Из аспектов своих аспектов, обонятельных аспектов своих. То есть я хочу сказать, что часто в группе нет полного набора. Ну вот, да. Собрались такие зрители. Да, собрались такие. Нет у них полного набора. Если настоящая ситуация выживания, то скорее всего они погибнут. Но бороться за жизнь они будут из своих аспектов, да. Обонятельных аспектов своих векторов. Ну, как бы, да. Счастье будет тем, у кого он будет, да. То есть кому ну будет нужна эта группа, если ему будет нужна. Есть интересный такой момент, немножко забегая в другую сторону. Ну вот вопрос, ломается ли это вот вы не в курсе. Я как бы, да, эти вы споры не знаете. Но я как бы знаю, поэтому хочу сказать свое мнение и вам его предложить. Юрий Бурлан, ну, который, да, так массово работает, он утверждает, что обонятельный вектор не ломается. Ну, в смысле, у него нет невроза. Ну, он сам обонятельный, да. Хотя на него посмотришь и видишь, да, он больной человек там и физически, да, и головой. Ну, ладно, да, но он сам представитель сломанного обонятельного вектора, потому что обонятельный вектор никогда не покажет себя. Сталин, Путин или коллективный, или реальный, да, это те, кто вышли на… Под удар. Обонятельный, это сломанные обонятельники, да, они не выходят. Они и дальше будут где-то из-за спины управлять. Сами, ну, что, они дураки, что ли. Не понимаешь, в принципе, это же… Может, это другой вектор какой-то? Ну, да, да, Маша, да, соглашусь, что… У Сталина, кстати, и у Гитлера за Путиным, ну, наверное. Анальный, да, вот. Ну, они же… Сталин был не реализованным священником, да, да, а священники у батюшки идут анальные преимущественно, да, так, традиции и все остальное. Да, и он, кстати, да, уритральную Россию, большевистскую, ленинскую, там, ленинско-працкистскую, больше, так сказать, которая там сексуальную революцию же делала, вы же, если помните, да, уже такое было, что… Ну, гомосексуальность, групповые браки, все со всеми… Нам это в школе не преподавали. Ну, я говорю вам, что такое было, да. И там под этим коммунистическое есть как бы подоплек. Они считали, что семья – это то, что нужно разрушить, это основа частной собственности. И все должны со всеми жить, и вот тогда не будет желания частной собственности. И в том числе и детей нужно сразу же родил и в ясли. Через две недели, как меня, да, так родил и в ясли, все. И он государство его воспитывает, а ты типа вот на завод, на фабрику, да. То есть вот это было идеологией, очень ярко реализовывалось до утверждения власти Сталина. А потом, ну, например, того же Ягоду, если мне память не изменяет, но его еще и судили… Ягода – это тот, да, кто террор начал, ну, в смысле реализовал, точнее, начал-то Сталин. Его судили за гомосексуальные связи, да, то есть он у них признавался. Ну, это на времена Сталина уже было, у нас же была статья, кстати, да, им же и введенная, да. То есть видите, какая разница, да, уритральная и анальная. То есть и его большевистская Россия очень похожа на империю до революции, да, то есть, ну, немножко с другими такими уклонами, да, но тем не менее. Недаром он потом возвращается к погонам, ну, и так далее. Это многое, что… И его стиль, вот вы смотрите, мы едем, вот этот рабочий поселок, мостостроителей сначала был Крас, это сначала был завод по строительству мостов, а потом уже автомобилей, да, то есть, ну, сейчас Крас. И вот этот поселок, который, да, вот в Сталинке, так называемый, вы видите, какой стиль, он что-то древнее, да, там, с какими-то колоннами, с какими-то там такими, ну, такое-то… Сталинская эклектика, по-моему, так тоже искусствоведы сказал, ну, это все что-то древнее, да, не в какое-то там супер-ультра-современное, да, ну, ему так нравилось, поэтому… Да, Маша, ты права, я подтверждаю. И хотелось бы, да, чтобы вы понимали, что еще одно важнейшее значение — это функция. Функция… Давайте я вам скажу функции, да, так, запомните. Мышечная функция — это создание объекта. Создание объекта? Да, создание объекта как такового, да. То есть если у меня сейчас забрать мышцы и кости, я превращусь в бесформенное… Медузу. Медузу. Ну, то есть костяк, так мы и говорим, да, о чем-то костяк создать, да, вот это мышечное, да, то, что внутри, это создание объекта. Но, опять же, он в этом сотрудничает с кожным, да, потому что вот некая граница, которая, да, то есть разделяет объект от других объектов, да, то есть вот… Как бы без кожи тут немножко у вас возникнет такое какое-то неуверенное, ну да, они вместе создают объект. Ну, как бы основу объекта, да, то есть его костяк. Какие примеры, как создание объекта, я не могу понять, в чем в жизни это проявляется. Ну, если мы даже берем что-то, лепим, создаем объект, например, кушаем. Структура. Это же все равно созрительное место. Ну, вот смотри, да, каркас. Если ты хочешь что-то сделать, да, ну вот автомобиль, например, он начинается с несущей конструкции. Да, поняла? Несущая конструкция. Ну, вот стены вот в доме. Начинается с мыслей, с чертежа, с этого вектора. Ну, ты уж далеко туда забежала. Ну, да, в принципе, все, что сделано… Космического, забыла назвать, как с ничего. Звукового, да. Все, что сделано вокруг нас находится, да, все, что сделано, часть культуры, она всегда со звука начинается. С замысла, да. Вначале было слово. Да, ну или замысла какого-то другого существа, да, то есть не человека. И это вот, это звуковая, кстати, фишка, да. Вначале было слово, слово было у Бога, да. Слово было Бог. Ну, звуковик как бы звуковой, да, создал этот текст. И кожно — это коммуникация или передвижение в пространстве. Вообще, в принципе, у каждого квадра есть свой базовый процесс. Здесь движение. Вот смотрите, да. Если я существую и могу двигаться, значит, тут других объектов нет. То есть, если бы тут кто-то был, там что-то было, да, я был бы неподвижен. Но в контакте, да, то есть. И для того, чтобы контактировать, да, я должен подойти на какое-то расстояние, да. То есть вот кожа, она отвечает за оформление объекта в окончательную какую-то, да, такую целую границу между объектами привести. И она, по сути, есть границей. Но, с другой стороны, она создана для того, чтобы почувствовать горячее, холодное, больно текать. Вот такое, да, то есть она за движение. Ну, а там же к чему? Если это кожно-оральное, то к еде. Если кожно-обонятельное, то от того, кто тебя съест. Вот почему я всё время ем. Я теперь поняла, у меня есть теперь научное оправдание. Я уже сказал, функции квадровремени, анальные воспроизводства, да, уритриальные — создание абсолютно нового, эволюция, да, вот, некий такой. Квадроэнергии — это будет оральное объединение в самом широком смысле, да, вот, в группу. Ну, при том, если… Функция равна, правильно? Да, да, объединение. Но объединение на основе нашего животного, природного, биологического начала. Ну, в принципе, со столом мы все объединяемся, почапкать, выпить, да, такое. Есть другие объединения, но они довольно специфичные, эксклюзивные, да, там, групповой секс. Оральники очень любят. Так, чтобы, по крайней мере, создать, да, то есть, а там, может, самому что-то перепадёт. Вообще, кстати, вот это их свойство такое, да, создать движ, и где-то ему самому что-то, ну, с барского или так, с вот этого общего свалится. Ну, он, в принципе, считает, что её пока покормить должны, да, ну, он же как бы, да. Обонятельный — это выстроение группы так или отстроение какой-то другой группы так, чтобы выжить. Это обонятельный? Обонятельный, да. Ну, выжить им индивидуально, да, вот, и, ну, в принципе, он понимает, что мы выживаем группами, и пока ему это выгодно — группой. А в группе, ну, как бы, каждый должен быть на своём месте, то есть, если это тональный, он должен анальным делом заниматься, да, если это уритральный, он должен тут, там, как Чапаев, да, вот здесь, на боевом коне. И именно он это всё расставляет, ну, правда, да, уритральный сам как бы знает, куда, как кого поставить, да, но этот вот дочищает. И если он чувствует, что вот эта вот овца, да, как бы испортит это стадо, да, то, в принципе, он первый сделает, что её съедят, эту овцу. Сначала сориентирует оральников, то есть он как бы вот беспокоится о биологической безопасности. Санитарный. Да, такого как бы смысла. И, в принципе, это очень правильно. И даже тогда, когда они недолюбливают от фонарных звуковиков, да, и съедают их в том числе, да, так бы подчищая некое такое сообщество, в котором живёт, он тоже правильно. Потому что звуковики, они как бы не от мира сего и немножко не от жизни, и вообще склонны к самоубийствам, да, то есть как личным, так и могут повести за собой, да. Поэтому подростки, кстати, вот эти случаи самоубийств очень часто из звука идут, ну, такие они, как бы мир этот, весь мир бардак, все люди гады, остановите землю, я сойду, да, вот такую. И, в принципе, достаточно легко уходят. И они опасны для сообщества, да, то есть они какую-то такую сторону могут повести, поэтому и их убирают. Вообще-то, кстати, между ними большая конкуренция и большой, то есть, да, за власть. Ну, самое интересное, что когда обонятельники уничтожают всех звуковиков, общество тоже погибает. То есть они должны быть, но вот если он, ну, как и Сталин, да, как и все остальные вот эти тираны, о которых мы вспоминаем, когда-нибудь, да, как только они уберут всех звуковиков, которые, ну, коломутят воду, да, так, разрушают вот уже выстроенную идеологию, да, все, всевластия, как-то сразу же начинают загнивать и сама по себе по внутренним причинам исчезать. Звук квадроинформации, да, звук у нас, основная функция — это создание общей карты мира, Вселенной внутри. Ну, как бы так вот вроде бы сложно и разделить, а зрение — создание объектов внутри всей этой Вселенной. Поэтому мышление звуковика, оно больше как модель, как некая такая общая конструкция, да, а отдельные элементы этой модели создают зрительные объекты, да. То есть звук — это идея о чем-то, а зрительные — это наполнение этой идеей? Ну, да, вот они и мыслят немножко по-разному. Зрительный, он создает образы, да, он соображает. И создавая образы, да, он создает, ну, объекты внутри. Ну, а тот же звуковик может увидеть все объекты взаимодействия между собой. То есть он будет, да, у зрительного будет внимание к одному объекту, он на него смотрит, этот объект его очаровывает. Как, да, как этого, ой, Господи, Халатею, который создал там, пигмальон, создал, да, статую прекрасную и влюбился в нее. Там вроде боги помогли, оживили, да, такая ерунда. Но это, кстати, вот, да, о зрительном. Они художники, в принципе, в широком смысле слова. И вот он создал и влюбляется, да, вот. Вот, и все зрительные девочки, да, вот, создали образ, там, не знаю чего. Или отношений, красивые отношения, так должно быть, я так хочу всю жизнь прожить. У нее такой образ, она нарисовала где-то еще в подростковом, юности. И вот оно очаровано, она на это смотрит, вот, вот я без этого жить не могу, да. Ну, то, что это ерунда, скажи, она, боль от разочарования будет настолько большая, просто ужас, да. Ну, как пример. Она должна очарована быть, понимаете. Пришел, как пример, что вот сыну задали, по программированию сделать, допустим, страничку магазина. Ну, вот он типа сделал, а когда преподаватель говорит, что он визуал некрасивенький, кнопочки, вот это все, он вот упорно сопротивляет, ну, во-первых, еще кожный, ему лень это. Ну, он кожно-звуковой. А кожно-звуковой ему лень вот это детализировать, ему быстрее результаты, а с другой стороны, он говорит, что они достали, все же понятно, что непонятно. Все работает, смысл есть. Какие-то цвета, и вообще же от меня хотят, то есть вот нехватка зрительного лектора. И вот исходя из этих восьми функций, в принципе, все везде так. Можно проанализировать любое предприятие, любое сообщество, которое более-менее автономно функционирующее, да, потому что не автономно, там сложнее. Структура, как отделов, вот все это можно наложить и увидеть, да, вот этот, например, ну, отдел охраны, да, и безопасности, понятно, обонятельный, да, то есть, ну, обонятельно-мышечный. Охранники мышечные, да, управляют ими, ну, тот лучший, да, будет обонятельный, ну, и так далее. То есть я хотел бы, чтобы вы научились видеть мир через вот эту монаду СФД, да, и это тогда очень забавно, очень интересно, и как бы везде, везде все сходится, да, и, в принципе, конечно, важно, чтобы там, где был тот, кто нужен, да, тогда идеально все работает. Еще одна особенность СФД — это в том, что чаще всего, когда мы говорим о СФП, то мы говорим об отдельном человеке. Об этом, ну, Толкачев, он говорил о стае, да, ну, он ее приводил как пример, как бы из него, как, какие были функции в стае того или иного вектора. Но потом он как бы немножко об этом забывает, да, то есть, а, в принципе, я хочу вам, как бы, да, так утверждаю это, передать, предложить, что вообще-то мы все-таки целостны только как группа. То есть мы единичка функционально неполноценны. В принципе, давайте, да, это немножко другое разделение, чем на вектора, на пол, да, но это было до того, как на вектора, например, мы поделились, да, сначала половое разделение, а потом это, ну, мы не сможем, мужчины не смогут прожить, мы не рыбки, да, которые в аквариуме могут поменять пол, если там, да, все мужики будут, да, они там… А женщины смогут по недавним исследованиям? Ну, не знаю, что там думают по недавним исследованиям, да. В эволюционном праве, да, там через сколько-то поколитник? Мне недавно сказали, что как-то искусственному мозгу могут женщины сделать, в общем, сперматозоиды, могут сделать искусственному мозгу женщины, только рождаться будут только женщины. То есть это будет мир женщин. Прикольно. Ну, еще одна утопия, да, такая ужасная. Честно говоря, вот мне все эти экспериментаторы пугают. И вот, секундочку, что по плану хотел рассказать. Так, сферы деятельности, все это уже пройдено. Еще один момент, который вам четко надо понять, он много мне принес, там, скажем, каких-то сложностей. Вот чистые вектора, которые описывает вектор, их нет. Их в жизни нет. Это абстракция. Он их вычленил, да, в результате там сложного процесса, синтеза и анализа, но он их вычленил. Вот чистых не ищите, они всегда в сочетании. Нету одновекторных людей. Точнее, они есть, но только в редчайших случаях. Ну, например, не знаю, в группах жесткого очень внешнего давления, ну, там, в тюрьме, да, и их тогда просто как в этой игре, да, их выдавливает основной вектор, да, то есть он вылазит. И как бы все остальные за счет него, ну, как бы, уходят в тень. Но у них все равно несколько векторов, понимаете. То есть, по сути, это такая жесткая необходимость, да. Да, и в психиатрических лечебницах. По той же причине там идет полный дно, какой-то слом, да, и какой-то вектор начинает отчетливо быть виден. То есть, по сути, нужно понимать, что мы имеем дело с сочетанием, вот как химические элементы чистые, да, их, по сути, нет. Ну, вот вода, да, H2O. Это там два водорода, да, и один кислород. Это вот соединение. По сути, мы имеем, да, мы имеем с парами, а потом я буду еще говорить о конфигурациях, да, то есть, когда больше парок, это как бы, ну, такие первокирпичики, да, то есть, векторальные. И по этой причине, да, не ищите чистого. Всегда поймите, да, что вот, ага, вот вижу в нем, например, кожное, и чего-то не хватает. Может быть, это… Сейчас, извините. Ну, звони. Просто позвони, да, и там отключилось. Всё. Там спроси, всё хорошо. Хорошо, у слушателей. О чем это я сейчас? Машель, на чем ты меня остановила? Что у кожного и чего-то… А, какие-то, да, вот вы видите, вот как бы, как будто кожный, да, вот есть признаки явно кожного, а вот чего-то вот… И это может быть как раз сочетание, да, то есть, его свойства, смешиваясь с свойствами другого вектора из набора векторов внутри человека, он может дать немножко другую картинку. Да, и вот это вот ощущение, что вы как будто его видите, как будто нет, в первую очередь, как бы, ну, то, что вы видите вектор в сочетании с другими. И он может так, как бы, не совсем его видно, да, или он как немножко себя не совсем полностью показывает. И смотрите, тут тоже интересный такой момент. Некоторые вектора настолько как бы сливаются, да, что как бы их свойства перемешиваются. Ну, это вот некоторые вектора так хорошо сливаются. И я уже сказал о тех векторах, которые в первую очередь, это с ними происходит, вот эти вот, да, там, мышечные, оральные, анальные, зрительные, да, там, кожные, обонятельные, потому что они по свойствам похожи, они по свойствам близки друг к другу, да, и им смешиваться как бы… А уритральный и звуковой получается? А вот с уритральным и звуковым нет. Вот эти вот, как бы, потому что уритральный, он очень яркий, в биологической своей основе, да, он самый, может быть, яркий, один из самых мощных в биологической основе. А звуковой он как бы с биологической основой не дружит. Он не от мира сего, в том числе он не в теле, как бы, да, присутствует. И тут ему сложно. Ну, то есть, как бы, тут еще есть один интересный принцип. Это 7 плюс 1, всегда один, блин, будет как-то, вот, все тут идет, да, а один выпадает, да, вот, как бы, как будто его… И 3 плюс 1, ну, то есть, вот в этом правиле, да, 3 плюс 1. По какому-то признаку из этих четырех, да, один как-то в стороне стоит. И, ну, в данном случае, вот в этом примере, да. И интересно, что, как вот, когда они контрарны, то они проявляются в режиме светофора. То есть, один уходит, вот в этой связке, да, а другой выходит, временно, как бы, занимая полностью то самое. Потом тот уходит, выходит. Если мы видим в процессе, то мы, как бы, по нему, как бы, чек двоится. То только он такой, то только такой, да, то есть, как бы, общаясь с ним, он, да, он сейчас в одном из, может, уже пример приводил, мне кажется, что Есенин, да, то есть, он то погуляет по уретральному, да, там разгул такой, то потом закрывается, не всех шлет, и пишет стихи по-звуковому, да, то есть, и там вот, как бы, ну, как другой человек становится. И вот именно, ну, например, те же контрарные анальные с кожным, да, то есть, в принципе, они тоже такого мигающего. Этот выключился, этот, значит, включился, да, этот, ну, тот включился. Ну, так, если обобщать, то видно, как будто они смешиваются, да, то есть, у этого человека и такие качества есть, и такие качества есть. Если это как бы на большом каком-то отрезке времени, и как-то где-то так, да, пытаться все это в своей голове слепить, то так может всплываться. То есть, вот, как бы, объединение, да, векторов, соединение их бывает как бы по-разному. И, так, да, я, в принципе, хочу сказать еще раз, что парное сочетание — это то, с чего нужно начинать, ну, вообще нужно начинать, да, с отдельных векторов. Парное сочетание — это следующий шаг. И потом уже тройные и дальше, да, то есть, вот, ну, например, у меня четыре вектора, и они… Но следующий шаг — пары, потому что они все равно как бы через пары работают. Вот они потом парами могут выходить, да, то есть на первый план и проявлять себя. И каждая четверка, то у меня четверка, да, по сути, это несколько пар. И вы увидите, да, их как бы вот, если внимательно будете присматриваться, именно в таком варианте. По сути, вот я пары, а следующий термин, когда больше конфигурации, для того, чтобы не путать. Ну, всякая конфигурация будет состоять из, смотрите, конфигурация из трёх векторов будет состоять из трёх пар. Из трёх пар? Да. То есть каждый из них стоит другом паре? Я сейчас нарисую, и это будет понятно, три вектора, да, ну, вот это, по сути, треугольник. Вот. Одна пара, вторая пара и третья пара. Понимаете, да, то есть как бы… Ну, вот если четверка, то тут вообще, как бы, пара увеличится количество. Это немножко, конечно, с одной стороны немножко так усложняет, да, но с другой стороны, ну, так оно и есть, да. Они как бы через пары действуют, то есть вот видите, вот сейчас придут какое количество пар. Да, то есть, ну, и чем больше, это, кстати, тем больше путаницы, да. Кстати, чем больше членов в группе и вот таких вот связей, да, тем запутаннее отношения, потому что появляется отношений, как бы, больше, чем членов. То есть, здесь шесть связок, да, пар, а членов, как бы, четыре, а отношений шесть, да, там, а больше добавим, они сразу будут увеличиваться. Я там цифры эти точно не помню, но, по-моему, в полтора раза у них становится больше связей. Это сложнее, но так оно устроено, и точность как раз возможна только и при учете этого момента. И еще одна особенность, это нас, природа, да, решила, как бы, ну, вот есть автономность, да, такая, как бы, все одинаковые. И все эти восемь функций выполняют, каждая одинаковая, да, вот такое. В этом тоже очень много силы для выживания, да, то есть, ну, никому никто не нужен. То есть, каждый выживает, например, с помощью полного комплекта, да, каких-то функций. Но, с другой стороны, в каких-то ситуациях оказалось, что объединяться в группы тоже прикольно, важно, нужно. И вот те, кто объединились, между ними, естественным образом, помните, я в прошлый раз показывал, да, там, клетки собрались, те же внутри у них такая ситуация, у тех внутри, это, кстати, вот ситуация, да, то есть у тех мышечная ситуация, да, а те, кто снаружи, у тех кожная ситуация. И когда в группы начали образовываться, то пошла дифференциация. Ну, и вот одна из дифференциаций — это половая. И потом следующий шаг, да, это вот мы разделились на вектора и, как бы, взаимно обеспечиваем друг другу существование. Потому что, в принципе, отправить некий отдельный кусок сил психических на развитие одного вектора, да, не сильно нашкодивший, да, не сильно вред, нанеся остальным, можно, да. Получается, за счет того, что от этих немножко забирают, немножко, да, тогда они нормально существуют, а сюда добавляют, один может развиться больше, чем они, да, то есть подключить какой-то дисбаланс. И вот эта природа пошла по этому пути, и вот получается, да, там, у меня там, например, есть звуковой, а у Маши зрительный, да, у кого-то еще. И мы в группе, обмениваясь деятельностью, да, являясь взаимно полезными, важными и нужными, мы, как бы, вот выживаем в целом. И здесь очень важный момент, что все они нужны. Ну, в принципе, да, есть такое, когда мышечные, да, это черные, чернорабочие, там, простые люди и так далее. Ну, я понимаю, в этом есть и определенный, да, какой-то свой смысл кожный. Куда ж его денешь, да? Но, тем не менее, ну, как вот, ну, заберите у меня сейчас мышцы, все, вы меня слышите. Ну, я не смогу даже двигать и разговаривать. То есть, по сути, все важны, то есть они равноправные, но они разные. Это, кстати, к вопросу о равенстве мужчин и женщин. Разные, равноправные, но разные. Не надо стремиться делать женщину одинаковой, абсолютно одинаковой с мужчиной, а мужчинам абсолютно, да, усреднять их, это абсурд. И чего нету у Толкачева. И что хочу вам коротко, в принципе, сказать, в качестве компенсации, что меня тоже в одно время сбило с толку, он как бы забыл о делении на два пола. То есть, есть восьмерка для их свойств для мужчин, и есть восьмерка свойств для женщин. Как человек, который историю изучал, а антропология — это те, которые изучали так называемые примитивные племена, они отметили одну особенность — они делятся на две группки. Мужская с руководителем во главе, и женская с руководителем во главе. Это внутри племени? Внутри, да, ну такого, да, племени, общины племени. То есть, как бы, подразделение женское и подразделение мужское. Женское подразделение. Да, если вы будете читать, что он, как бы, такую какую-то, да, важную роль отвел только кожно-зрительной женщине, которая с этими хлопцами уходила на войну, там ложилась с каждым спать, потому что, да, перед тем, как умереть, ему надо хоть раз попробовать женщину. Ну такое там вот это всё. То есть он не нашёл места женщину, что мне, как анально-зрительному, было обидно. И я, как любитель женщин, возмутился. И, по сути, есть женское проявление вектора, есть мужское проявление. Я сделаю два примера. Все восемь не буду, да, то есть, может быть, ну не в этот раз я не планировал. Итак, уритральная женщина, да. Если вы уритральный мужчина, да, это который, ну, в принципе, да, всегда на грани, всегда он как бы что-то себя испытывает, да, всегда он какой-то такой. Ну, в принципе, со смертью играя, помните это в оперете, да. А то женщина не такая. Ей всё-таки деток рожать, она помягче, уритральная будет, да. Она может при необходимости стать во главе стая, да, и вести её вперёд, и полностью функции предводителя мужского. Может, ну, не обязательно, да, то есть она, в принципе, более осторожна, и её всё-таки основная задача чисто уритральная. Я вот сейчас подсчёт, чисто уритральная — рожать деток, выжить во времени. Она много может рожать, ей более-менее легко роды даются, да. Воспитывать, ну вот она жизнь дала, на том и спасибо. Воспитывать — это не её, но нарожать кучу — это её. Понимаете? А у мужчины уритрального что? Ну, он, чтобы свои гены не потерять, должен перед тем, как погибнет, а погибнет он лет к 30, скорее всего, обязательно, да, то он должен побольше оплодотворить. И в первую очередь, кстати, тех женщин, которые… Ну, кстати, это есть и у уритральных женщин. Значит, побольше тех, у которых сложности с этим, вплоть до старушек. И в самом примитивном варианте, да, молодой парень, изнасиловавший старушку, может оказаться… Уритральником. Уритральником, да. Ну, таким очень-очень неразвитым, да, потому что, как говорил, вы ещё это услышите, это Лукачёв на своём, это самое, как у меня, говорит, услышат мои эти самые слушатели, которым я нравлюсь, ну, как у уритральных, да, они начинают там глазки перекручивать, ну, какие-нибудь убогие места в себя изображать, чтобы он на них реагировал, чтобы ему захотелось их оплодотворить, понимаете, то есть, как бы, это его задача, то есть, как бы, вот такое поверхностное значение, да, что у уритральника самая лучшая женщина. На самом деле, да, в принципе, в жёнах, да, она, как бы, вот, кожно-зрительная, а, в принципе, оплодотворять он может как раз в первую очередь тех, кто, и кинофонд-то пропадает, да, ребёнка не будет, надо, ну, и всё, ну, зачал, ну, всё. Ну, уритральная женщина, она будет всё-таки беспокоиться о детях больше, она создаст вокруг себя группу женщин, которые будут за этими детками всё-таки присматривать, то есть, её функция не заканчивается, она только то, что родила, да, то есть, она создаст. И вот эта группа как раз и будет, она будет матриархом, да, а эта группа как раз и будет, ну, дальше следующие функции выполнять. И вот тогда понятна функция зрительных женщин. Они как раз, вот, они видят маленького, этого плачущего беспомощное существо, и через эмпатию они могут, как бы, понять, что же ему надо, да, и так далее. Вот они, поэтому они не всегда инфантильные в каком-то смысле, да, то есть, они всегда чуть-чуть детки остались, у них детка внутри маленькая всё время живёт, да, и они вот на это реагируют, и на большие глазки в том числе, ну, такое всё, вот такое, да. То есть, они, так бы, зрительные, воспитательные сын, няне такие вот. Ну, в принципе, и дальше они тоже, да, ну, они уже учат любви, там, отношениям. Смотри, тебя ударили, ты ударил, тебе больно, ему больно, ну, такое, да, то есть, они вот этому учат и как они воспитывают. Кожные, правда, женщины будут уже там дрессировать. Встал, почистил зубы, лёг вовремя, ну, и так далее, да. Ну, опять же, ну, кожно-зрительные женщины, вот я уже соединяю связку, да, они как бы и то, и другое могут быть, у них это хорошо получается. Они отличные такие, да, вот детсадовские, да, то есть создающие дальше условия для того, чтобы детки выросли. А их как раз поддерживает, защищает, заботятся о них, уритеральная женщина. Ну, вот, ещё один пример отличий, с него, кстати, началось моё сознание, что что-то тут не так, да, это оральная женщина. Оральная женщина, у неё есть отдельный призрак. Оральных людей крупные губы. Ну, вот, в принципе, у Марии, у меня немножко, ну, из-за зрения чуть-чуть меньше смягчено, но темно, она крупнее, немножко бантиком. И у оральных женщин, как бы у тех, у кого как бы другие виктора, это не подкузмили, не изменили ситуацию, у них большие груди. Они вот эти, мама, знаете, которые... Оральность не только есть, в первую очередь кормить. Понимаете? Они же кормят собой. То есть оральные женщины — это кормилицы такие? Да, именно кормилицы. И у них, как бы, молочные железы. Не у всех оральных женщин молочные железы большие. Да, вот, у орально-кожных они могут быть не очень большие. Даже такие, как одна моя знакомая говорила, у меня папиные груди, да, там... Ну, это когда тестостерона достаточно много, да, вот, а у кожных... Кстати, виктора тоже, они условно больше маскулинные или феминные. Вот нижние виктора, мышечные, анальные, кожные, уритральные, они условно больше маскулинные, верхние больше феминные. Но и эти можно разделить. Если кожные и мышечные больше маскулинные, то уритральные и анальные больше феминные. Да, то есть тут такое, как бы, есть деление. И точно квадроэнергии, обонятельные и звуковые, больше всё-таки маскулинности как-то там, ну, такой жёсткости там. А здесь звуковой и зрительный, ну, такой женский-женский, прямо вот женский, ну, такой вот, такой, ну, няшечный женский, да, такой вот весь. Ну, ну, как мы сейчас понимаем женское, да. Это сейчас просто особенности нашей культуры, что мы именно так воспринимаем. И вы увидели, да, что, в принципе, очень интересный момент, да, то есть оральный, который вроде бы всё в себя, в себя, в себя, если это мужской, да, то есть и мужский, женский, оральный, да, это немножко и из себя, да, то есть и тут чётко видно, что вектора имеют на вход и на выход, то есть как в себя, да, так и тут уже даже, в принципе, ну, кормящая мама, её молоко, там, условно говоря, пять минут тому назад было её кровью, она кормит собой, это очень возвышенная штука, да, то есть, ну, как бы, да, мы все выкормлены мамами, слава богу, то есть вот тут что-то такое, тут чувствуется, да, такая какая-то фундаментальная функция, да. Ну, и я пока сейчас не буду обо всех этих, но вы уже эти отличия, наверное, уловили, как саму идею, да, и тут товарищ Петалкачёв был неправ, тут их нужно делить на две подгруппы в стае, да, и говорить не о патриархате, не о матриархате, а о биархате. Матриарх, патриарх, они между собой уже там как-то находили, да, и он до сих пор, в принципе, существует, я вам сейчас докажу, ну, даже сейчас существует, ну, вот, условно говоря, да, не буду на Путине, ладно, значит, президент и патриарх. Пусть не сбивает вас с толку название патриарх, он мужик без пиписки. Патриарх, ты имеешь в виду правления в некоторых государствах? Тот, кто церковь возглавляет. А, что? Идеологический руководитель. Он не мужчина. Ну, они монахами должны быть, да, папа римский не мужчина, ну, поймите, по сути, да, то есть они как бы раньше, очень древние времена, вот эту высшую должность занимали женщины. Верховная жрица была именно женщина. И только с наступлением патриархата, как политического строя, туда мужчины забрали, выгнали их на это самое. Ну, это, я думаю, самый жесткий патриархат при христианстве. Вот самый жесткий. До этого было такое смешанное. Ну, вот такая вот история. Видите, и тот, и тот руководит, да, это как бы духовной жизнью, да, это светская жизнь. И такое бивластие, оно всегда существует и до сегодняшнего дня. Окей. И что я еще хочу сказать. У каждого вектора есть четыре уровня реализации. И они же, эти четыре уровня реализации, являются четырьмя ступенями развития вектора. То есть вектор вы можете встретить в разном развитии, да, то есть он может, как бы, он есть, он у этого человека врожденное, но по какой-то причине оно там и остановилось, да, то есть на самом первом уровне. И это очень важно понять, потому что первый уровень это стайно-физиологический. Стайно-физиологический. У него есть два, как бы, проявления, так, чтобы у меня было видно на видео. Два есть проявления. В первую очередь, это ваше тело, ваше личное, индивидуальное тело. Ну, мы рождаемся вот такими. Вот мама нас родила, вот мы только это. Мы физиология. То есть это вот обезьянка, которая еще только должна стать человеком, может не стать. И вот у него только физиология, да, то есть, ну, все, остального нет. И мы привыкли в европейской цивилизации все равно рассматривать отдельно. А по сути мы все-таки одно тело. Ну, вот с мамой, ребенок это все равно одно тело, очень долго одно тело. А в некоторых случаях мы начинаем, вот если нас как-то завести какими-то эмоциями, да, ну, например, жизнь такая, вот там ОСББ собралась, то мы выделяем феромоны, да, вот эти тяжелые молекулы. И если мы в закрытом помещении будем грызться, то мы объединимся в единый организм, даже грызущийся. Мы в одно тело, мы получим стайное объединение. Это, кстати, функция стайное объединение. Улавливайте, да? Это функция орального. Пробудить, запустить вот эти страсти, да, чтобы вот феромональное облако накрыло всех, и все объединились. И мы, когда стоим достаточно плотно в толпе, то мы это уже чувствуем. Если ветер сдует, эффект будет потерян. Ну, мы синхронизируемся не только через феромоны, через другие, через жесты, через движения. Ну, самый простой, самый сильный, это феромональный, да, то есть, и мы превращаемся в единый коллективный организм. Ну, тот увидел, вот рыбки, как плавают, да, вот эта вот стайка рыбок, это единый организм, да, и у них, и у нас, и у них одна нервная система. Вот через эти феромоны точно все нервные системы синхронизируются. И они чувствуются в этот момент как одно целое, да, как мы, буквально так и есть. Но мы сначала с родителями синхронизируемся, потом с друзьями на пьянке, потом еще один день, воргии какого-нибудь, да, там сексуальное объединение, да, у нас такие страсти пошли, ну, мало ли чего. Такие праздники страстей устраивали раньше, как бы, ну, казнить кого-нибудь, сжечь, да, или голову отрубить. Да, для, так скажем, укрепления единства этого населения, ну, в страхе или в общем, так скажем, возмущении поступком этого еретика, ну и так далее. То есть, вот такое объединение происходило, и это физиологическое объединение. Мы немножко подзабыли, что такое бывает. И вот те, кто, например, на работе часто рядышком находятся, да, вдыхая феромоны друг друга, начинают синхронизироваться, а от этого к сексу уже, вот вам и служебные романы, да, то есть они уже чувствуют что-то, они как одно целое себя переживают. Несмотря на то, что мы уже много приняли средств, мы моемся, дезодоранты используем, да, а раньше, для того, чтобы мы вот так вот жили, для того, чтобы мы так жили, по периметру прошел уриторальный самец и обозначил территорию. Слышь, ты на такой стоял. Понял? Ну, чтобы чужие не заходили. Или кто заходил, а им, блин, опасно тут. А где еще феромоны, чтобы вам такое, да? Вот в средневековый город зайдешь, там же воняло мочой, экскрементами, ну, вот так грустно, конечно, так, да, но это объединяло людей через феромоны, понимаете? То есть они, вот везде, где люди жили, естественно, вот это вот, это самое, да, то есть это место обитания. Ну, сейчас мы, да, мы же сейчас зрительными стали, да, зрительные-то не любят. Зрительные по-другому объединяются, да, они через эту вонь. Зрительные, кстати, не путайте, обонятельные, зрительные. Зрительные — хорошее обоняние, хорошее. Без вот того древнего обоняния, да, на осознание. Но они все оттенки парфюмов чувствуют, а то вонь они не любят. Поэтому зрительники сейчас очистили вот это все, да, мы чистенькие, да, нигде тут какашек не валяется. Ну, вот такая форма объединения. Ну, дело в том, что, в принципе, вы поняли, да, ну, довольно сложно, сложная технология. В древности как бы само собой получалось, сейчас довольно сложно. Следующая форма реализации. И вот на этом уровне реализации, ну, например, когда я говорил за уритральных, да, что он где-то хочет нас трогать, это вот его первая форма реализации, да. Ну, уритральных вроде бы не для этого, да, вот он и дальше, он там, например, на Марс полететь. Ну, а вот первая форма реализации. Это не запутано. Да. И вот, в принципе, у всех, ну, да, вот здесь это тоже существует. То есть они никуда не деваются, если развитие идет дальше, да, то оно никуда не девается. То есть следующее будет стайно-семейное. Стайно-семейное. И, в принципе, смотрите, да, здесь мое тело и групповое тело. Ну, то есть тут тела тоже присутствуют, я хочу такое вот как бы представить. Здесь тоже тело, но в широком смысле, потому что Маша, да, она моя, а я ее. Да, то есть чувствуете, вот как бы она как бы мне принадлежит, она как бы часть моего тела. Ну, мы с ней, да, имея интимные отношения, и здесь уже слились, да, то есть мы как бы с ней снюхались, заразили друг друга взаимными феромонами, да, то есть она моя, я ее, да, то есть вот стайно-семейное, это вот когда, ну, наши, да, родственники, родные, вот это вот такое, это как бы некое такое естественное продолжение реализации, и стайно-семейное, тут еще можно было родовое, но я как бы не усложняю, род, продолжение как бы это самое. И вот здесь это такое, все равно мы в толпу можем собраться, разойтись, да, там, по, не знаю, что-нибудь побуйствовав, там, подравшись, или что-то еще, а вот, а это все-таки более стабильная реализация, стайно-семейная. Следующая реализация социально-экономическая, она для понимания немножко сложна. Дело в том, что мы для того, чтобы жить, мы создали вторую природу. Объясняю. Ну, когти у нас фиговые, даже те, у которых девочки делают себе этот самый. Как, господи, маникюр, да? Зубы тоже не очень. Врагов нет. Мы вообще достаточно слабые существа. Скорее всего, были падальщиками, когда слезли с этих. Ну, фрукты ели, потом начали немножко. И так, что перепадет от какого-то другого животного. Но, так уж пошло, что у нас развился интеллект, да? И мы начали заменять тот же самый коготь, да, или какой-то там клык, или какой-то там нос, рог, как у носорога, палкой. Ну, как вот Стэнли Кубрика показан, она в кость бросает, она в космический корабль превращается. Красивая такая метафора. То есть, мы начали создавать вторую природу себя, да, потому что орудие несет отпечаток меня. Это оно для меня создано, оно под руку мою, и как бы является моим продолжением. сначала мы там... А сейчас смартфон. Да, сейчас тоже продолжение, да. и это мы, вот с самого момента, как мы, ну, Homo sapiens, он с того момента и начинается, да, как бы, труд создал человек, и так далее, вот это вот. Как начали орудие создавать, так вот мы, как бы, вроде люди. Так вот, мы создали вторую природу. Это производство. Ну, первоначально, там идет речь, была охота, но там только орудие, как бы, убить, поймать и так далее. Потом посадили зернышко, земледелие, мы какую-то часть вообще природы взяли, как бы, приватизировали и начали, как бы, уже искусственно ее, как бы, запускать. И уже мы связаны с ним. Это, как бы, наша форма и набытия, мы без этого не можем, да, поэтому мы до этого вроде ходили, а тут уже поселились, ну, то есть, поселение появилось, стабильно. Землю сначала камни выбрали, да, потом деревья выкорчевали, куда же мы уже пойдем? Мы уже к этой земле привязаны, то есть, пока она плодородит, мы будем здесь сидеть, да, то это поселение появляется. То есть, уже мы, непонятно, или оно на нас работает, или мы на это работаем, да, и существуем мы, а существует общественное производство, заводы, фабрики, ну, все-все-все-все-все, да, которое как бы обеспечивает нас, создавая цивилизацию, жизнь, но на которое мы тоже пашем. Чувствуете такая, как бы, некая другая жизнь, как бы, человеческая сущность, как отделилась, и получила некое автономное существование. И теперь, да, вот, как бы, блин, может и не надо столько, да, два столетия, как уже 8-часовый рабочий день, можно было, да, вот, а мы до сих пор по 8 часов пашем, а вроде говорили, точно производительность труда выросла, не в один раз, и может даже не в 20, а больше, а мы все равно 8 часов пашем, то есть, что тут такое, что тут, могли бы, может быть, 6, а лучше 4, ну, спорный вопрос, но там, тем не менее, да, почему мы на службе этого всего, большая, как бы, сложная тема, то есть, мы еще существуем, и это же нам принадлежит, да, мои заводы, это самое, это мое тело, да, вот, когда был там кризис 2008 года, кто-то там имел 10 миллионов, потерял один, он раз, один, ну, точнее, он потерял 9, один у него остался, он застрелился, часть его сущности пропала, понимаете, и в принципе, вы поймите, если вот, например, у нас, я тут без иронии говорю, это очень жесткие вещи, да, вот сейчас вот забрать эту квартиру, да, мы, блин, будем чувствовать, как будто отодрали часть нашей сущности, понимаете, мы как бы без ничего остались, это ужас, ну, вот Артема нету, он же беженец, да, то есть, ну, представляете, как ему пришлось так уехать, слава богу, у него в природе, как бы путешествовать кожное, ну, грустная штука, и вот это еще наше экономическое тело, которое, кстати, у себя сильно показывает, когда родственники делят наследство, да, то есть, чаще всего именно в это понимается, по словам наследства, и есть еще социально-культурное тело, социально-культурное тело, почему мы как движемся от животного к человеку, от биологического к культурному, это смысл нашего вообще индивидуального и как бы всеобщего развития, что здесь нас объединяет, вот сейчас я речью пользуюсь, язык, да, вот это нас объединяет, с совокупностью представлений, которые вы, ну, накопили там в школе, да, я их знаю, я тоже, как бы знаю, что вы этот смысл поймете, да, это слово я говорю, за ним совокупность представлений, вы это поймете, и смотрите, в чем интересное такое, что вот это вот, и вот это вот, небольшое количество людей может объединить, ну, только те вместе живут, заражаются там своими, это самое, да, вместе там детей, это самое, а вот уже вот это, когда дальше пошло, например, помышленное производство, начало большие массы, сейчас вот эта глобальная, да, мировая экономика, она, по сути, всю планету начинает покрывать, только противоречиво сложно, то есть, сначала люди на вот этом уровне начали объединяться, потому что, ну, например, может это поле, они не могут сами выкорчевать, им надо в племя объединиться, да, несколько родов в племя объединялось, или пришли другие, да, и начали нас убивать, да, нам нужно от них защититься, то есть, вот, и это ж, как бы, себя защитить и свои поля защитить, и самое сильное объединение, это на социально-культурном уровне, мы там говорим, например, да, там нация, национальная, там, или там христиане, блин, я их не знаю, то есть, да, я знаю, человек может в своей жизни, ну, человек 300, с кем непосредственно общался, кому глаза в глаза глядел, это кого что-то слышал, да, у всех остальных украинцев я знаю, но не для меня, по сути, по большому счету, это абстракция, а где эта абстракция записана, вот здесь, ну, я буду за них, понимаете, да, или за христиан, или за буддистов, ну, это уже, как бы, то есть, самые большие объединения, самые большие империи, возможно, только на уровне, по сути, звуковом, да, объединить людей, может только идея, на больших расстояниях, больших смыслах, да, и вот, и вот это четыре уровня проявления, при том, вектор может, как бы, и здесь уже сюда дорасти, а иногда и сюда скатиться, почему нет, это даже и полезно, и, в принципе, может до какого-то и не дорасти, да, то есть, вот, у каждого, как бы, свой потолок, то есть, банальный, может не дорасти, да, вот это, вот, ну, может не дорасти, скорее всего, если у него есть звуковой, то он дорастет, звуковой доращивает, да, то есть, придает масштаб всему, понятно это?